Здравствуйте! Это новости на канале Губерния в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Нездоровый интерес. Полицейские задержали Самарского Раскольникова. Строители мигранта подозревают в убийствах пожилых женщин. Умеют хранить государственные тайны и выполнять стратегические заказы. Почему предприятие с богатой историей сегодня не может похвастаться высокой прибылью? И как поддержит Жигулевский радиозавод? Погода в доме больше не зависит от капризов природы, а крыша больше не едет и не течет. В Приволжье жители принимают работу по программе капремонта. В Самаре задержан подозреваемый в убийствах пожилых женщин. Напомню, 25 марта в Советском районе обнаружили труп. Женщину задушили в ее собственной квартире. А через два дня еще одно тело. Уже в железнодорожном районе. Хозяйки квартиры нанесли несколько ударов ножом. Обеим жертвам было за 60. Данным фактом были возбуждены уголовные дела, которые решением руководителя управления были объединены в одно производство. В связи с тем, что почерк преступника в том и другом случае совпадал. По версии следствия, преступник проникал в квартиры своих жертв под благовидным предлогом. Просил воды или, напротив, предлагал помощь. А после расправлялся с ними и уносил с собой ценные вещи. Задержанный оказался строительным мигрантом из Казахстана. По информации правоохранительных органов, в России он находился нелегально. Ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал. Он уже осознался в двух эпизодах. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах. Напомню, серия убийств пенсионерок прокатилась по всему Приволжскому федеральному округу. Является ли Самарский Раскольников тем самым маньяком, пока неизвестно. Полагаем, что помимо данного преступления, он совершил, как минимум, еще одно преступление в одном из субъектов Российской Федерации. Он входил в доверие под различным предлогом, уговаривал открыть, проникал и после этого совершал убийство. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы. Хотя преступник пойман, в Следственном комитете призывают одиноких людей пожилого возраста не забывать об элементарных мерах предосторожности и не пускать незнакомцев в квартиру. К другим темам. Предприятия области, работающие в оборонно-промышленном комплексе, могут получить больше заказов от государства. Сейчас вопрос их поддержки обсуждается на федеральном уровне. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне. Сегодня он посетил Жигулевск. Речь шла не только о потенциале радиозавода, но и развитии спорта в городе. Мария Шпакова обо всем по порядку. Известные наши самолеты МИГИ. Сколько выпускал? Вот на лекации. 29-й. Вот стоим. Все изделие здесь. Радиоэлектронная техника, гражданская оборонная промышленность. Жигулевский радиозавод специализируется в первую очередь на производстве навигационных систем летательных аппаратов. Начав с выпуска элементарных электронных модулей, предприятие стало создавать сложнейшие бортовые комплексы для современных самолетов. Сотрудничает и с космическую отраслью. К примеру, аппаратурой Жигулевского радиозавода был оснащен многоразовый транспортный корабль «Буран». Со времени старта «Бурана» многое изменилось. На производстве существенно сократилось количество заказов. Причем как государственных, так и гражданских. Рабочих стало тоже меньше. В 10 раз. Сейчас работают 500 человек. Однако на заводе заверяют, потенциал есть, был бы спрос. Председатель Комитета Госдумы по обороне поясняет, вопрос уже обсуждается на федеральном уровне. Притом, что Самарская область является одним из лидеров оборонной промышленности. Совсем недавно, выступая в рамках заседания Совета безопасности, президент обратил внимание, что тема возрождения авиационной промышленности, она сегодня очень актуальна. Учитывая то, что страна в пределах 9-часовых поясов, имеет большие пространственные размахи, конечно, для нас очень важно восстановление потенциала как гражданской авиации, но и, безусловно, военной. Еще один объект, который требует особого внимания – спортивная школа Олимпийского резерва. Во время экскурсии обсуждают проблемные вопросы развития таких учреждений и спонсорскую помощь, которую оказал депутат. В начале месяца губернаторам было подписано постановление о награждении Владимира Анатольевича Шаманова почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Причитающиеся к награде денежное вознаграждение он перечислил на развитие молодежного спорта в регионе. Получайте разряды, выигрывайте турниры. И обязательно должны стремиться, у вас есть Олег Саидов, олимпийский чемпион. Вот на него равняйтесь. Договорились? Да. Успехов вам, ребята, успехов. И победа. Очень хороший ваш вид спорта в боксе. Мария Шпакова, Александр Каракулько, новости губернии, Жигулевск. Скоро в поле. Самарские аграрии сверяют часы и оценивают готовность к посевной. На расширенной коллегии в областном Минсельхозе сегодня обсуждали насущные вопросы и проблемные места перед полевым стартом. Какие хлебные ориентиры поставлены перед региональным АПК и что волнует сельчан? Материалия Сергея Павлова. Ответ на главный вопрос, будет ли в этом году область с хлебом, уже прописан на большой официальной бумаге. В рамках соглашения с Минсельхозом России регион должен собрать 1 миллион 650 тысяч тонн зерна. Ориентир дан не вслепую, а с учетом посевной структуры во всех муниципальных районах. В этом сезоне площадь под зерновыми будет немного, но увеличена. В основном за счет озимых. В текущем году запас влаги был громадный с осени, весной. Ну и одна задача сейчас вовремя посеять, чтобы вот эту влагу хватить и получить первое развитие. Но там 1 июньский дождь, с хлебом будем. Сейчас большинство вопросов уже сняты. Семенной материал, техника и горючее готовы на 100%. Докупаются минеральные удобрения. Однако есть тревожащий момент. Трудности с льготным кредитованием. С этого года действует новый механизм. Субсидии направляют непосредственно банкам, которые выдают займы по низкой ставке. Что должно упростить доступ сельчан к кредитам. На деле же система пока буксует. Сегодня реестр получателей льготных кредитов формирует банки самостоятельно и согласует только с федеральным министерством. Вот это абсолютно неправильно. Мы эту проблему обозначили, вышли на федеральное министерство с тем, чтобы формирование реестра заемщиков происходило на региональном уровне. Сельхозпроизводители намерены не просто выполнить показатели, но и повторить прошлогодний рекорд в 2 миллиона тонн зерна. Основания для этого вполне реальны. Растет доля кондиционных и элитных семян, повышается уровень агротехники и ответственности. За выполнение целевых индексов в отрасли сельского хозяйства каждый район получает стимулирующие субсидии на развитие. У нас на сегодня 425 тысяч гектар азимов, которые на сегодня находятся по оценкам специалистов и отобранным минолитом в удовлетворительном и хорошем состоянии. Мы надеемся, что погодные условия, которые сегодня складываются, не приведут к вымоканию либо вымерзанию. И мы получим хорошее, достойное, качественное выражение. Полевой старт ожидается в конце апреля. Вся посевная, если не вмешается погода, должна пройти за две недели. Сергей Павлов, Сергей Александров, Новости губернии. Самара готовится к масштабной уборке. Она начнется уже в эти выходные. Соглашения о приведении города в порядок и создании комфортной городской среды подписали сегодня в городадминистрации. К нему присоединились полсотни крупнейших организаций региона. Среди них союз работодателей, строители, профсоюзы, студенты. Алена Алешина убедилась чисто не там, где метут. Комфортной для жителей и привлекательной для гостей. Такой Самара должна стать в ближайшее время. Помимо масштабной работы, которую ведут областные городские власти, а это ремонт дорог и фасадов, реконструкция, набережная, обновление парков и скверов, строительство нового речного вокзала и дворца спорта, сделать город уютным и чистым могут его жители. Я очень надеюсь, что горожане услышат нас, поддержат. И мы вырвемся из той критики бесконечной, что мы платим налоги, поэтому мы ничего не должны. Верю нашим горожанам и гражданам, потому что сам живу в городе 50 с лишним лет. Помню Куйбышев, каким был, помню, какими были люди, как они умели объединяться. Я считаю, что ничего не утрачено. Нужно просто поверить во власть, поверить в себя, поверить в родную Самару. И вместе всем выйти для того, чтобы привести в порядок город. Покрасить, а если нужно, починить игровую площадку, вскопать газон, собрать листву, побелить дерево. Все это можно сделать в своем дворе. В каждом районе выберут три лучших, где в награду жителям установят видеокамеры. А в случае победы в федеральной программе благоустроят за счет бюджета. Приведут в порядок и общественные места. К примеру, реставрировать наследие исторического центра возьмутся застройщики региона. Такая работа уже идет. На Льва Толстого была сделана полная реконструкция двух-трех домов. Один из них памятник архитектуры. На Вилоновской и Галактионовской сделана реконструкция дома. Фактически капитальный ремонт. К масштабной уборке Самары подключатся студенты, профсоюзы, работники предприятий. Соглашение о создании комфортной среды уже подписали 11 организаций. Всего их свыше полсотни. Это не просто рамочное соглашение. Это соглашение, на примере которого мы увидим конкретные действия. То есть мы придем и уберемся. И здесь можно будет показать, что здесь работали члены регионального штаба ОНФ, здесь работали студенческие отряды, здесь работали представители нашей строительной инфраструктуры. Поэтому самое главное, что мы сейчас перешли к конкретным действиям. Благое дело будет поощрено, отмечают городские власти. После субботника горожане смогут отправиться на концерт, театр, в музей или на выставку. А пенсионеры посетить торговые сети. Им дадут денежные сертификаты. В мэрии надеются, что убрав город от мусора, сорить в нем рука больше не поднимется. Алена Алешина, Сергей Павлов, Новости губернии. Как вы крышу подлатали, так ваш дом и заживет, уверены собственники жилья в селе Приволжье. Там полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов. На приведение в порядок кровель двух зданий потрачено почти 3 миллиона рублей. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. Что бывает с домом, в котором протекает крыша, видно на примере подъезда в многоэтажке по улице Космонавтов. Здесь собственники решили, что с капитальным ремонтом кровли можно и подождать. Но вот на соседней больничной улице, в доме номер 11, жильцы оказались более практичными. На данном доме была плоская крыша, мягкая, которая постоянно текла. Жильцы постоянно испытывали дискомфорт. На данный момент здесь производится переустройство на скатную кровлю, выстраивается стропильная система и в будущем здесь будет укладываться профилерный лист. В селе Приволжье в самом его центре ремонт кровель по региональной программе капитального ремонта выбрали большинство жильцов. В свое время дома здесь строились по южному типу с плоской кровлей, которая гораздо менее практично скатной. Средний срок службы плоской крыши 10 лет, скатная прослужит минимум 25, а при правильной эксплуатации и все 40 лет, уверяет подрядчик. Взаимодействие с подрядной организацией проходило в нормальном режиме, то есть все замечания, которые были получены от технического надзора, устранялись своевременно. И качество работ всегда было хорошим, потому что проводился качественный контроль еженедельный. Нина Григорьевна живет в двухэтажке по улице 50-летия октября последние 20 лет. И за все это время не припомнит капитального ремонта крыши в своем доме. Дошло до того, что в ненастье в зале у женщины скапливалась порядочная лужа. Теперь, шутит Нина Григорьевна, ей ни почем и тропический ливень. У нас в подъезде живут женщины, которым около 90-85, в основном пенсионеры, в основном в старческом таком возрасте. И они согласны, они платят, сильно не возмущают. Но они знают же, после их смерти все равно кому-то достанется это жилье. Всего в Приволжье с начала реализации региональной программы капитального ремонта приведено в порядок 10 домов. На этот год запланированы работы еще на 10 многоэтажках. Владислав Жирнов, Тимур Набиев, Новости губернии. Общественники со всего ПФО соберутся в Самаре, чтобы поделиться опытом взаимодействия с силовыми структурами. Встреча запланирована на конец июня. Подобных в округе еще не проводилось. В этом сегодня рассказали в областном главке на заседании общественного совета. Мы планируем встречу общую здесь, в присутствии руководителя головного управления. Таких встреч на уровне МВД практически не было, только в режиме личных контактов, телефонных звонков. Я думаю, что она будет полезна. Мы попытаемся ее насытить всеми проблемами насущными, которые нас интересуют. Послушаем, что интересуют регионы нашего Приворского округа, какие есть интересные проекты, интересные направления работы общественных советов. Самарским общественникам есть чем поделиться. Ежегодно они проводят десятки акций. Среди них студенческий десант. Школьники встречаются со стражами порядка, проходят стажировку в разделениях МВД. А в рамках акции «Товарищ участковый» только в прошлом году общественники проверили оснащенность участковых пунктов полиции в 33 муниципалитетах. Сейчас совет готовится ко Дню Победы. В преддверии праздника призвали особое внимание уделить ветеранам. Искусство объединяет. Самара впервые станет участницей мирового проекта Транссибирского арт-фестиваля. Этот музыкальный форум проходит уже в четвертый раз под руководством знаменитого скрипача Вадима Репина. Программа рассчитана на несколько месяцев, сотни музыкантов, десятки концертов и мастер-классы от мировых звезд. Чем удивит арт-фестиваль самарцев, узнали наши корреспонденты. Вадима Репина называют одним из лучших музыкантов мира. В 11 ему доверили скрипку Страдивари из государственной коллекции. Три года спустя продолжительные гастроли. Токио, Мюнхен, Берлин и Хельсинки. В 15 дебют на сцене Карнеги Холла в Нью-Йорке. Потом грандиозный успех на конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. Он стал самым молодым победителем престижного творческого состязания. И через 20 лет музыкант снова принимает в нем участие, но уже в качестве члена жюри. С концертами объездил всю планету, но о родном Новосибирске не забывает. Каждый год скрипач возвращается домой на Транссибирский арт-фестиваль, который сам и организовал. Философия форума в соединении необъятных расстояний. Отсюда и название. Ведь Транссибирская магистраль тянется через всю страну. Правда, география фестиваля еще шире. Концерты проходят не только в России, но и Бельгии, Японии. В этом году он впервые доберется и до Самары. С огромной радостью жду моего концерта в Самаре. Впервые в жизни, не часто случается в моей жизни, что я приезжаю в какой-то город впервые. И это как раз тот случай. Я надеюсь получить массу прекрасных впечатлений, но также надеюсь, что смогу их подарить. Грандиозный концерт состоится 16 апреля на сцене Самарской филармонии. Вместе с виртуозом выступит симфонический оркестр под руководством Михаила Щербакова. В программе произведения Мендельсона, Бруха и не только о грядущей премьере журналистам рассказали за чашкой чая. Я с ним знаком достаточно давно. Первый раз у нас произошла встреча, когда я еще работал вторым дирижером в городе Ярославле. Я как второй дирижер тоже имел возможность с ними общаться и обсуждать наши скрипичные вопросы и проблемы. И даже немножко им поиграл. Я надеюсь на то, что все будет хорошо. Музыку, которую он играет, когда-то я сам тоже играл на скрипке, как солист. Поэтому я думаю, что я и оркестр, мы его хорошо поймем. По словам организаторов, не исключено, что фестиваль станет для Самары доброй традицией. А программа в следующем году может стать еще насыщеннее. Ведь Транссибирский арт-фестиваль – это не только концерты, но и образовательная составляющая. Встречи с музыкантами и мастер-классы от звезд. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания.